Заместитель председателя правительства Юрий Борисов и глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин посетили ракетно-космическую корпорацию «Энергия». В ходе визита делегация обсудила состояние пилотируемой космонавтики и ее перспективы. До конца года планируется еще три запуска. На 2019 год предусмотрено пять запусков. Посадка корабля «Союз МС» в апреле завершается в выполнении наших обязательств по контракту с НАСА, связанные с доставкой на МКС и возвращением со станции американских астронавтов. А на ноябрь запланирован запуск многоцелевого лабораторного модуля. В 2020 году предстоит произвести пять запусков пилотируемых и грузовых кораблей, а также узлового модуля. Запуск научно-энергетического модуля перенесен на 2022 год. В том же 2022 году в соответствии с поручениями президента с космодрома Байконур должны быть проведены в автоматическом режиме летные испытания пилотируемого транспортного корабля нового поколения на ракетные носители среднего класса «Союз-5». А в 2024 году пилотируемый режим. Корпорация «Энергия» станет разработчиком ракетного комплекса сверхтяжелого класса на базе корабля «Федерация». Это будет главный корабль для изучения и освоения дальнего космоса. Важнейшей частью этого проекта станет создание ракетоносителя среднего класса «Союз-5». В состав основной кооперации помимо «Энергии» вошли ракетно-космический центр «Прогресс» и центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры. Этим организациям предстоит решить уникальную технически сложную задачу, но ее выполнение восстановит и закрепит за Россией статус ведущей космической державы мира. Предприятие «Урал-Криомаш» из Нижнего Тагила отправило на космодром «Восточный» первые емкости для заправки нафтилом ракет-носителей тяжелого класса «Ангара-А-5». С 2017 года «Урал-Криомаш» в рамках большой программы «Роскосмоса» работает по программе изготовления и поставки оборудования на космодром «Восточный» вторая очередь. Заказчикам по данному контракту, государственному контракту, уступает подразделение «Роскосмоса» ЦИНКИ, Центр эксплуатации наземной космической инфраструктуры. Мы готовим три системы. Это система заправки нафтила, система заправки разгонного блока жидким кислородом и система подачи воды для пожаротушения стартового стола. В течение года планируется поставить на «Восточный» весь комплект заправочных систем для новой ракеты-носителя «Ангара». Сейчас на Уральском заводе – финальные испытания технологического оборудования. Первый старт тяжелой «Ангары» с космодрома «Восточный» в 2021 году. Перспективы строительства второй очереди космодрома «Восточный» для ракет-носителей «Ангара» обсуждались на военно-техническом форуме «Армия-2018». Руководитель ЦИНКИ Андрей Охлопков доложил главе «Роскосмоса» Дмитрию Рогозину о взаимодействии с уральскими специалистами и поставке оборудования для второй очереди космодрома «Восточный». Аппараты миссии «Бепи Коломбо» для исследования первой планеты от Солнца, «Меркурия» состыкованы и готовы к заправке топливом. Запуск с космодрома «Куру» запланирован на октябрь. «Бепи Коломбо» — совместная миссия Европейского и Японского космического агентств. В рамках проекта запустят два космических аппарата, которые после девяти гравитационных маневров у Венеры и Земли прибудут в 2025 году к «Меркурию». Зонды будут работать на разных полярных орбитах планеты. Мы полетим в сторону «Меркурия». Мы туда будем долго лететь. К «Меркурию» полет составляет несколько лет. Оказалось, что есть свидетельства того, что там присутствует в настоящее время водяной лед, но в окрестности полярных районов, туда, где солнечные лучи практически не проникают, потому что распространяются фактически по касательной поверхности «Меркурия». На борту одного из зондов стоят и российские приборы для поиска воды в приполярных регионах планеты. Один из этих приборов – МГНС, меркурианский гамма- и нейтронный спектрометр. Это прибор, который был задуман аналогично тому прибору «Хэнд», на основе данных которого мы нашли воду на Марсе. Здесь мы хотим понять возможное присутствие воды на поверхности «Меркурия». И это, конечно, очень такая парадоксальная задача в некотором смысле, потому что Меркурия – очень горячая планета. Он ближе всех других планет расположен к Солнцу. Там, конечно, очень жарко, и, казалось бы, трудно надеяться на то, что там на поверхности сможет находиться или близко под поверхностью водяной лед. Зонды Беби Коломбо должны работать на орбитах Меркурия не менее года, изучая внутреннее строение планеты, ее магнита и экзосферу. Первый полет пилотируемого корабля Dragon компании SpaceX с астронавтами на борту запланирован на апрель следующего года. Испытателями будут астронавты НАСА Боб Брэкен и Дук Херли. Они отработают маневр стыковки с Международной космической станцией. В ближайшее время компания Boeing планирует испытать в беспилотном режиме и свой корабль Starliner. В первом пилотируемом пуске испытателями станут Эрик Боу, Крис Фергюсон и Николь Амапуман. До конца года запланирован запуск еще двух космических аппаратов дистанционного зондирования Земли серии «Конопус». МЧС России планирует их для мониторинга пожароопасной обстановки. Роскосмос не исключает возможность поставки ракетных двигателей для США, других стран и после 2020 года. Российские двигатели считаются одними из самых надежных в мире. Альтернативы им в США до сих пор не существуют. То есть можно их создать. США – это высокотехнологичная держава, но они не могут создать эти двигатели настолько эффективными по соотношению качества и цена. Весь август 2018 года арабские кандидаты в космонавты проходили медицинский отбор в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина. Наконец, Объединенные Арабские Эмираты объявили имена двух кандидатов на первый полет в космос. Ими стали ХЗА Али Аль-Мансури и Султан Саиф Аль-Нияди. Один из них отправится в апреле следующего года на МКС на российском корабле «Союз МС-12». Российский многофункциональный лабораторный модуль «Наука» будет отправлен на Байконур в январе будущего года. Научный модуль расширит возможности работы российского сегмента МКС. Его запуск состоится в конце 2019 года. Большая часть планет океанов, состоящих из воды, должна быть обитаемой. Раньше это считалось невозможным. Как считают ученые, жизнь нужно искать не на двойниках Земли, а на планетах-океанах. Их во Вселенной намного больше. 2 сентября 1908 года в Одессе родился выдающийся ученый и конструктор Валентин Петрович Глушко. Именно под его руководством создавались все легендарные двигатели, поднявшие в космос ракеты с первым искусственным спутником Земли и человеком на борту, а также межпланетные аппараты. Глушко создал уникальную многоразовую космическую систему «Энергия Буран» и базовый блок долговременной орбитальной станции «Мир». В павильоне «Космос» на ВДНХ прошла научная конференция, посвященная юбилею великого конструктора. То, что создал Валентин Петрович, не поддается никакой оценке. Прежде всего, наверное, это то научное наследие, та конструкторская школа, которая была создана при его участии, под его руководством. Валентин Глушко всю жизнь мечтал об исследовании дальнего космоса, о полетах к другим планетам. Задача грядущего десятилетия для российской науки – изучение не только Луны, но и поиск жизни на Марсе и спутниках Юпитера и Сатурна. Говоря о целях, суммируя цели познания космоса, я бы выделил три основных направления. Это поиски новой физики, исследование происхождения мира, исследование закономерности зарождения жизни и поисков внеземной жизни и исследование условий существования человечества и Земли как космической экосистемы. На конференции обсуждалась модификация второй ступени ракеты-носителя «Ангара» – возможность сделать ее многоразовой системой. Потом в главном зале павильона «Космос» состоялось открытие экспозиции главных конструкторов. Первый стенд посвящен Валентину Глушко. Его письменный столб – книги, которые он написал. Для этого музея это очень важное событие для нас, для всех. Мы, когда первый раз приехали с космонавтами 12 апреля смотреть музей космонавтики, который мы совместно с правительством Москвы восстановили, многие мои друзья-космонавты говорили, очень мало информации о тех людях, которые создавали собой ракеты космической техники. Они выдающиеся герои. Это люди, которые создали пилотируемый космос, как Глушко создавал станции, двигатели, которые здесь стоят, в том числе двигатель, который сегодня у нас в работе по Союзу 5 и по сверхтяжелой ракете двигателя РДС-171. Это все Глушко. С юных лет Валентин Глушко выбрал себе цель и не изменил ей. До конца жизни оставался верным своему призванию — разработке ракетной техники. Сияние моря и неба на побережье Мейер-Крик, штата Орегон. Голубой цвет на воде — биолюминесценция живых организмов. РС Кармы — одна из самых важных звезд на небе. Цифиида или космический маяк пульсирует с периодом 40 суток. По ее яркости астрономы оценивают расстояние до ближайших галактик. РС Кармы окружает отражательная туманность. До нее 6,5 тысяч световых лет. Аэрозоли на Земле На этой фотографии получены с помощью данных со спутников дистанционного зондирования Земли распределение дыма от пожаров, соленых морских аэрозолей над экваториями океанов и сдуваемая соль с поверхности пустынь, которая имеет фиолетовый оттенок. Справа, возле Южной Кореи и Японии, видны опасные тайфуны. Субтитры создавал DimaTorzok